Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаете. Суть его заключается в том, что вас согреется к всем людям, в том числе и вашим листам, как вы говорите. Наверно, я так пока, вы считаете, что агрессии быть у вас не должно? Ну, я так думаю, что вы так считаете, что не должно быть у вас агрессия. И, соответственно, если агрессия есть, то, значит, это что-то плохое. Так быть не должно. И, соответственно, вам нужно с этим что-то делать. Если присмотреться, то вы можете для себя постараться ответить на вопрос, когда у человека появляется агрессия. Ну, вот там, быть обычной или там, как правило, когда появляется, при каких обстоятельствах это происходит. Например, в, ну, допустим, в природе. Я думаю, что вы сможете достаточно легко ответить себе на этот вопрос. Это появляется при возникновении опасности, при возникновении угрозы. Это появляется, когда что-то вторгается в, ну, условно говоря, в личное пространство человека. Так, вот. А вы пытаетесь это избавиться. Вы пытаетесь сделать так, я так понимаю, чтобы у вас этого не было. Чтобы вы не чувствовали агрессию. 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 То есть. То есть. А вы хотите игнорировать то, что вы сейчас, ну, грубо говоря, игнорировать свои силы. Эмоции. Вот. Мне так видится, по крайней мере, я не буду говорить о том, что я сто процентов прав в этих словах. И вы пытаетесь игнорировать его в этих словах. Вы пытаетесь игнорировать их. Вы считаете, что быть такой не должны? и вы считаете, что агрессия, которую вы чувствуете, она вероятно осоздаяна. Вы считаете, что она осоздаяна и в какой-то степени, в какой-то степени, только в какой-то степени, вы правы. Почему только в какой-то? Ну, потому что, да, агрессия считается негативным проявлением, это правда, но только лишь в чистом виде. В чистом виде, вне контекста, агрессия действительно очень сильно разрушительна, очень разрушительна. Это правда. Давайте подумаем, бывает ли агрессия в чистом виде? Существует ли она в чистом виде? И вы очень быстро увидите, что нет, очень быстро вы увидите, что не существует агрессии в чистом виде. Очень быстро поймете. И, соответственно, за ваши агрессии, вот, а что это стоит? А, надо бы понять, что. Ну, даже я неправильно сказал, не за вашей агрессией что-то находит, а вместе с ней что-то идёт. Вот. 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 Такая вот история. Ага. И, соответственно, когда вы увидите, эм... Что идёт за вашей агрессией? Что за ней стоит? Что за ней находится? Вот. Вы сможете этим лучше управлять по сути. И сможете направить ту энергию, которая стоит за агрессией, куда вам это необходимо. Вот. Например, например, это необходимо для того, чего вам хочется. К примеру, я не знаю, чего вам хочется. Вот. Ну, тем не менее. Вот. Ну, это то, что я хочу вам рассказать. Открывать. 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 Волочий. Следующий момент, что это касается дочери. Своя дочь свою вы переживаете, это нормально. Это естественно, что вы в ней переживаете. Но, как мне показалось из вашего текста, что вы как будто всю свою жизнь живете для кого-то. Такой у меня ошибок. У меня возникло ощущение, что вы переживаете ради кого-то. Может быть даже ради дочери. Только ради дочери. Вот. Ну, может быть только ради дочери. Ну, ради своей дочери. И очень важный момент здесь, на мой взгляд, отключается в том, чтобы в этом направлении двигаться. То двигаться в направлении того, чтобы, грубо говоря, становиться более независимой от дочери от дочери. То, что она делает и так далее. Вот. Может быть, именно ваша связь с ней. Такая вот чрезмерная фразь. Уменьшает вам идеи. То есть, в состоянии. То есть, более свободно, более древно, более стойко, более разнообразно и так далее. Вот. Конечно, я не знаю. Что-то совершенно точно, да. Что я не знаю как. На самом деле. Может быть, я не знаю. Но мне кажется, что это может быть одной из проблем. Ну, мне так кажется. Мне кажется, что никто не понимает, если это столько пользуется моей жизни. Ага. Я думаю, что к сожалению, вот к сожалению, мне кажется, что не так много людей вообще нет. То есть, вы не такому большому количеству людей открываетесь, как мне кажется. И не такому большому количеству людей вы даете возможность, ну, себя понять, принять и так далее. Так что, здесь я, в принципе, не удивлен тому, что вы описываете. Могу только сказать, что вот там, где вы подавляете в себе агрессию, вот там, в том месте, где вы подавляете их в себе. Может быть, ресурс, чтобы дать людям возможность себя узнать. Дать людям возможность себя понять, дать людям возможность как-то прочувствовать вас. Понимаете? Мне кажется, что вы этого себе не разрешаете, мне кажется, вы этого себе, мне кажется, не даете просто. Вот, хотя, хотя это вам необходим. Вот, вот, то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии. Да. То есть, вам, вы хотите, чтобы вас понимали, вы хотите, чтобы для вас что-то делали, и я могу, я могу понять вас, я понимаю вас. Вот. Но, для этого людям нужно знать, собственно, кто, кто с ними, как бы, как бы. То есть, с кем они, с кем они, условно говоря, имеют, имеют дело, кто перед ними, вот. А этого они не знают, они не знают, потому что вы себя, ну вот, держите, там, условно говоря, там, в дежавых рукавицах, вот. По большому счету. К сожалению. К сожалению. И это проблема. На мой взгляд, это проблема, конечно. Вот. Вот. Вот такая вот столь. Так что, я бы, наверное, порекомендовал бы, себя поисследовать, вот, я бы рекомендовал бы немножко вот так себе пораздораться, вот, и, соответственно, когда вы это делаете, вот, когда вы себе поразбираетесь. Я думаю, что вам будет понятно, что делать дальше. Ну, а мы, психологи, вам, конечно, поможем в случае, если вы захотите нашей помощи, в случае, если вам будет нужна наша помощь, мы поможем с радостью вам. Это вот такой ответ, который я могу вам предложить на данный момент. На этом все. Пожалуйста, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вы получили для себя что-то новое. Я надеюсь, я дал вам вещи для размышлений. Надеюсь, вам это было интересно. обратную связь, которую вы можете сформировать. Я надеюсь, вы используете для того, чтобы сформулировать обратную связь, которая может стать началом психотерапии. Вот. И, соответственно, начать менять вашу жизнь к лучшему. Только так и никак по-другому. Всего вам еще раз, самого доброго, удачи и не забывайте про свою проблему, обращайтесь за помощью. Просто изolдınız неприятную ситуацию, обращайтесь за помощью Продолжение следует...